Всем привет! С вами я, Наиль Порошин. Я веду свой репортаж сегодня в своей квартире. Мужики, честно, хотите, скажу, знаю честно, надоел мне эта самоизоляция. И я думаю, что чем же мне все-таки стоит. Ютуб у меня встал, ролики. Думаю, что-то надо делать. Я решил, значит, отвечать на вопросы. Задают сегодня, открыл свой канал, тут очень много вопросов. Давно я не был ВКонтакте, в Одноклассников вообще не захожу. Значит, вот у меня телефон хороший сейчас появился. Там есть Viber и WhatsApp. Весь WhatsApp у меня, мужики, зеленый-зеленый весь. Вот смотрите, как он выглядит. Вот он так выглядит весь. Сколько вы туда не крутите, там, под землей уже на первом этаже все это дело. Вот так выглядит. А вот выглядит у меня Viber. Viber. Тоже весь синий. Смотрите. Весь синий. Мужики, это говорит о том, что я ничего не успеваю. Не успеваю, но не получается у меня с успеванием отвечать. Вы не ругайтесь, но я прихожу поздно. Давайте уж начнем. Вот я, у меня вот ноутбук свой здесь, я вам покажу. Видно? Кому-нибудь нет. Ну, вот он. Я открываю ежедневно так. Нормально все вроде бы. Видно меня. Открываю ежедневно. Прихожу, сколько успеваю ответить, столько успеваю. Давайте начнем с самого начала. Значит, сразу скажу. Очень много, как только какая-то скандальная история со мной приключается. Ну, скажем там, мой оппонентом своим как-то повздорил недавно. И сразу же его нокеры появляются на канале, начинают хамить, начинают подзадаривать драки. Ребята, я блокирую сразу всех таких ребят. Мне неинтересно. Мне интересно отвечать на вопросы. Отвечать на вопросы и делать полезные дела. Это все херня. На канал я люблю заходить, когда люди спрашивают тему, что они не поняли, что они хотят услышать. Вот мне интересно разговаривать. А там всякая политика, всякая херня мне неинтересна. Дмитрий Подоплелов пишет. Здравствуйте, Наиль. Смотрю ваши ролики внимательно. И учусь на ваших роликах. У меня Ауди. 80 В3. 1,8. 112 лошадиных сил. Стоял мехинжектор. Снял его, поставил 73-й соль. Продавец уверял мне, что ничего не нужно переделывать. Все настройки, жиклеры подобрал под мой двигатель. Машина едет отлично, но бензина кушал невероятно много. Что он сделал? Тут продолжение есть. Сейчас мы прочитаем. Стояли жиклеры в первой камере. 107. Рассверленный под 115. Это зря он так сделал. 107 под 115. 150. Во второй камере 115-135. Я же начал подбирать жиклеры сам. Я становился на 107. 155 с шариком. 115-165 без шарика. Машина тоже едет хорошо, набирает обороты, как прежде. По таблице соотношение бензина и воздуха как раз получилось нормальное соотношение. Значит, я остановлюсь на этом моменте. Ребята, жиклеры... Я не знаю, кто это придумал, эти графики. Соотношение... Жиклеры так не проверяют. Соотношение топлива к воздуху. Но я не понимаю вообще, о чем это речь там ведут. Когда это первичное эмульсирование происходит, смесь воздуха с топливом, а потом самое основное соотношение должно получаться между смешением в диффузоре воздуха и топлива. Это очень ерунда. Кто это все мог придумать? Кто это... Я на ВАЗе не видел таких таблиц. Никогда не видел. Сами кто-то из пальца высосали. Ребята, я не верю в эти самые соотношения. Говорят, вроде хорошее. Ребята, это надо обязательно расходомер иметь на стенде. И расходомер топлива, и расходомер воздуха. И на выходе расходомер воздуха из диффузора. Вот там считается расход воздуха. Ну, как скажем, ДМРВ, датчик массового расхода. Вот тут все понятно. А то, что вы смешали воздух с топливом, воздушного жиклера и топливного, никакого тут соотношения, грамотности тут никакой нет. Мое мнение. У вас, может, другое? Пожалуйста, ради бога. Шина также едет хорошо, набирает обороты, как прежде. Но по таблице соотношение бензина-воздух как раз получилось нормальное соотношение. А раньше был избыток бензина во второй камере. Ну, конечно. И в первой камере немножко нехватка воздуха. Где ж нехватка? 115-й, мужики. Да без трусов останетесь на таких жиклёрах. Сейчас, как и я, поставил их жиклёры, судя по таблице, уменьшилось значительно. Стояли разные жиклёры. И да, Наиль, можно ваш номер телефона с вами связаться и поговорить о коаблираторах? Конечно, можно. Мой телефон 8-927-634-50-84. Звоните, если дозвонитесь. Я всегда доступен. Вот. Здравствуйте, Наиль. Пишет Рамазан. Давлет Киляев. Здравствуйте, Наиль. Вы можете подробнее рассказать о реверовке холостого хода на ВАЗ-09? Сколько примерно вы крутили винт? Количество и качество в оборотах. Если не сложно. Буду, пожалуйста. Буду очень признателен. Рамазан, дорогой мой. И все подписчики. Ну, у меня где-то около 900 с лишним роликов. Там, 915, что ли, я не знаю. Ну, мужики, ну, четырёх, наверное, сотен роликов рассказаны подробно, как регулировать холостой ход. Самый первый ролик, с которого я начал своё путешествие в этом, в Ютубе, был холостой ход. Я всем, всех отсылаю. Я тогда ещё снимал на регистратор. Понимаете, качества никакого. Но ролик получился очень наглядный, полезный, доступный и понятный. Значит, в понимании. Там показан график, кривая, там показана горочка, как регулировать. Сколько вы крутите винт? Примерно, насколько вы крутите винт? Ребята, ещё раз повторяю. Вот сейчас есть такая возможность. Я не люблю писать. Рука не пишет. Видите? Люблю разговаривать. Никогда в жизни я не говорил, что на 2,5, на 3, там, отверните. Ребята, хоть крутите, хоть на 33 оборота крутите. Добейтесь устойчивой, ровной. А если есть газонизатор, то, скажем, до 1% выставляйте топливо. И у вас будет прекрасный холостой ход. Не бойтесь крутить. Ничего вы тем самым не нарушите. Этот винт не расходует бензина. Холостой ход. Ребята, ну, сами поймите. Что у вас открыто? Дросселя полностью, две камеры открыты. И что у вас холостой работает? Там живёт в час, там, литр бензина. В час. При ровном состоянии автомобиля, там, зимой греетесь, вы сидите в машине, там, кто-то там таксует. Вот у вас литр бензина спорит. За час можно уехать в этот самый у нас, в Ульянов спокойно, даже не за час. Туда и обратно можно слетать. Хорошо, если быстро ехать. В Новый город. И туда вы созрёте 10 литров. А за час стояния автомобиля на холостом, час, литр бензина. Ну, что это? Разве много? А когда вы едете на больших дросселях, у вас холостой вообще молчит. Вообще молчит холостой. О, нет, он сухой. Поэтому не бойтесь крутить винтики. Не бойтесь. Ну вот, есть такой ролик. Установка зажигания. Это так просто. Помните, мужчина там приехал. Трамблёр я ему поставил с сонариком. И показал, как найти... Нет у меня инструмента. Ничего нет. А он водитель с сорокалетним стажем. Я его пожурил за это. Ну, вы разводяга. Мне пишут. Да, разводяга я. Развожу человека на деньги. Показал, как правильно в полевых условиях поставить зажигание. Точно. Точно-точно. Без всяких меток. Метки у вас не сбиваются никогда. Да, цепь с этим. Коленвал с распредвалом. А вот трамблёр вы можете подвинуть. Ни туда, ни сюда. Никаких проблем нет. Вы выставите себе. Дядя Наив, здравствуйте. Подскажите... Амин Мурадов пишет. Подскажите, пожалуйста, у меня на семёрка. Не держал холостой ход. Ездил всё время, вытащив подсос. Сегодня вдруг пропала тяга. Даю газ. Пол обороты раскручиваются. В пол обороты раскручиваются. И сами по себе падают. Машина дёргается очень сильно. В чём проблема? Мужики, ну информации мало. Это я вас должен спросить, в чём проблема. Информации мало. Ну, могу помечтать, пожалуйста, на ваших глазах. Значит, пропала тяга. Почему может пропасть тяга? Тяга может пропасть по нескольким причинам. Значит, горячее топливо, горячее насос. Сейчас у нас тепло, это ещё плохой бензин. Горячее топливо, получается, паровые пробки. Уже вон на Украине, вон на солнце 30 градусов. Это у нас сегодня, вон снег. Всю дорогу весь день шёл. Ничего не видно на улице. Правда, быстро кончился. Поэтому, ребята, паровые пробки, насос горячий, топливо горячее. Перестаёт качать, перкаляться, так называемое явление есть такое в автомобилестроении, в автомобильной теме. Отсюда могут падать обороты. Нажимаете на газ, перегрев автомобиля тоже самое проявляется. Абсолютно верно. Дёргается очень сильно. В чём проблема? Вот такая проблема. Жиклёр может засориться. Карбюратор не написано какой. Возможно, с 8-й. Возможно, ГДС. Соринка попала. Засосала соринку. И она половину жиклёра перекрыла. Половину жиклёра перекрыла. Получается, что нехватка жиклёра, отсюда будут такие вещи. Ребята, это 100 пудов. Ну, малая информация. Человек даже не пишет. Семёрка. Ну, какой? Какой карбюратор? Озон. Редкость такой бывает. Ну, бывает. Дальше. Эх, бляха, моха, дядя Наиль. Смотрю ваши видео не только для познавательных целей, но и для поднятия настроения. Спасибо вам. Спасибо вам тоже. Наиль. Илья Масленников пишет. Наиль. Большую часть видео пересмотрел. И не могу не по разу. Не могу победить свой авто. 20.06 с карбюратором 7. Как сказать, проблему по-научному не знаю. И сам чиню своё авто. Хоть порой и не знаю название деталей. Ну, в общем, о деле. Потряхивает мотор на холостом. Еле холостой наладили. Три рабочих карбюратора поменяли. С рабочей машины. Снимали, ставили, настраивали. Толку ноль. Так сказать, работает на холостом. И будто под скоками. Может цепь ГРМ на зуб попадать. Если хотите, видео отправлю. Не надо, Илья, мне видео. Давайте вместе подумаем, что это может быть. Вы пишете семёрочный карбюратор. Ну, то есть озон. Значит, три карбюратора рабочих поменяли. И с рабочей машины снимали. Ставили толку ноль. Значит, искать нужно причину. Ну, потряхивает. Ребят, это... Нет, не дадут сказать. Вот. Потряхивает. Ребята, нужно искать причину, почему потряхивает. Потряхать – это троит по-другому. Ищите проблему, сдёргивайте или прокалывайте. Замыкаете каждый цилиндр. Получится у вас... Замкнули цилиндр. Смотрите. Отзыв на замкнутость цилиндра. То есть в нём нет искры. Вот. Сдёрнули цилиндр. Отозвалась машина. Сдёрнули цилиндр. Отозвалась. Сдёрнули ещё цилиндр. Не отозвалась. Ещё раз сдёрнули. И это же не отозывается. Последний сдёрнули – отзывается. Три отзываются, один не отзывается. Ищем причину дальше. Свеча, провод, компрессия. Свеча, провод, компрессия. Подсос воздуха в коллекторе в этом цилиндре. Ребят, очень просто. как проверить свечу возьмите тестер нет тестера заметьте сопротивление изолятора изолятора центрального провода а вдруг он там огромное сопротивление свеча просто не пропускает ток треснул изолятор тоже стекание искры на массу дальше заменили свечку просто поменяли местами свечи получили что теперь другой цилиндр плохо себя ведет то есть также отсюда вывод работает свеча свеча рабочая нашли что она работает меняли ничего не помогает все равно это цилиндр не работает смотрим провод а он бесконечный он не пропускает ток если провод бесконечность обладает сопротивлением то он просто не пустит искру ну веревка бельевая он не пустит искру к свече далее есть хороший провод смотрим компрессию во всех цилиндрах 10 там 12 11 10 ну допустим даже 9 все ну во всех машина работать будет а если у вас свече это компрессия допустим 5 4 3 килограмма 6 ребят такой цилиндр работать тоже не будет на холостых на больших дросселях еще что-то там будет бесполезно от него да это хромая лошадь четыре лошади в упряжке одна хромает висит просто на этих трех висит она мешает только они вот тащит цель этот поршень гоняет между собой он впустую вот и все ребята такая вот беда и как искать я вам объяснил я думаю я правильно сказал уже умаялся если честно полгода мучаясь тогда и меняю по возможности вот только осталось двигатель поменять либо владельца ну так сильно не надо резко двигатель поменять ищите причину ребят я показывал в ролике не смотрите мои я пока как искать из круг как искать причину почему троит что еще тут сейчас найдем вектор курдиков ну или здравствуйте давно смотрю ваши ролики ничего лишнего но ни разу не видел ролик ремонт карбюраторов к 126 у меня стоит такое на уазике да и у многих хотелось бы услышать вашего мнения по каста 26 плохой хороший что порекомендуете мужики когда этот карбюратор изготавливался я еще в школе учился этот древний карбюратор и к нему были небольшие претензии я имею ввиду жестких требований к нему не создавалось он хороший он как выбор будем так говорить на первых наших классиках тоже там все просто такие вот зиклеры и в нем такие же стоят ребята очень простой в этом регулировке в управлении диагностики в ремонте но он древний к-126 такие карбюраторы не делают я кстати я показывал его обзор но я не специалист такой крупный в ремонте вы там ребят нечего железяка она есть железяка меняйте диафрагму меняйте игольчики ставьте уровень топлива я думаю что там у меня есть такой ролик да не только у меня многих карбюраторчиков я такие ролики видел допустим у травникова есть там у многих у многих есть ничего тут такого нет что порекомендуете вот тут ему отвечает фунтик знаменитый наш фунтик виктор нет плохих карбюраточки есть не очень удачные руки наверно это тоже тоже правильный вопрос ответ здравствуйте много хорошей информации ничего не слышно как на многих роликах из доработающих двигателя ребята я потом глушу мотор и рассказываю что я говорил наверно такие вещи есть мужики я люблю работать живую мотор потом катаюсь потом показываю рассказываю вот в этом и я считаю есть наглядность и достоверность информации все можно попробовать мои все что я делаю все можно попробовать все можно проверить вот говорю я что-нибудь проверьте пожалуйста если на своих машинах и убедитесь я наверно делаю показываю вам что-то угол меняю изменяется работа на холостом ходу помните там рывочки дергание угол меняю работа на холостом ходу исчезает проверьте то же самое вправо двигаете глохнет влево двигатель глохнет делайте горочку на при вращении трамблера у вас тоже самое получится холостой ход крутите горочку находите горочка может быть не обязательно такой она может быть просто пологой есть она ну даже минимальная такое еле заметное увеличение оборотов заметили тоже горочка тоже горочка чем больше жиклер тем резче горка острее а чем меньше жиклер тем у него может вообще напрямую находиться полоска не горочка просто такая вот ничего не изменения нет ничего страшного ну измените жиклер плюс-минус что вы хотите получить меньше жиклер она будет более пологой будет глохнуть в это при закручивании будет падать при откручивании поможет и не бы не падать просто вот так пойдет ничего страшного в этом нет ребята не надо задумку принимать обязательно горка надо чтобы было изменение вы душите топливо винтом качество ну если доскhead топливо но разбить и сам ответе что мне не нужно когда вы души топливом и не нужно этого нужно этого значит он будет отзываться на уменьшение топлива можете топлива растут 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 полу это не падает а могут и упасть ничего страшного в этом нет ребята в этой нет. Но горочка – это тот показатель, на который нужно стремиться. С чего может заливаться свеча? Алла Исаева пишет. Ну, это, скорее всего, муж, наверное, пишет Алла Исаевой. Ребята, с чего может заливаться свеча? А потому что она искру не даёт, она может заливаться. Вот с чего может заливаться свеча? То, что если она сырая, то это говорит о том, что она нерабочая. Все процессы происходят, обменные. Это впуск топлива, сжатие, выпуск. Она остаётся в бензине, но она искру не даёт. Сама нерабочая свеча замкнута на массу, состоит вот так вот шарик у ней, и вот искра стекает центральной на боковой, и всё, искра стекла на массу. Ушла на массу искра. Она нерабочая. Провода нет. Ребята, с чего может заливаться свеча? Вот так вот. Вот пишет. Настройка пусковых зазоров карбюратора АК. А мы так же пробовали, но нам делать, что нам делать, у нас не вышло. Ребята, дорогие мои, ну как-то у вас не вышло. Должно получиться у вас. Ну, как всё объяснять? Ребята, если пусковая заслонка не двигается, пусковая заслонка, то вы никогда не заведёте машину. Если она стоит, значит, диафрагма эта не работает, не тянет заслонку. Ребята, ну смотрите, ведь чтобы завести машину, нужно хоть минимальный зазор на холодном двигателе. Минимальный. Но зазор должен быть. А его вообще нет. Закрыта заслонка, она даже не двигается. Насосные хода есть, вакуум создаётся, а заслонка закрытая. Ну уберите её немножко, уберите подсос. Она должна запуститься. Вы уже там и так накачали бензину, а заслонка будет, приоткроете, и всё будет работать. Ребята, ну как-то так. Здравствуйте. Есть у меня тоже трамблёр на минус. На восьмом 1,3. Если я поверну на плюс метки ГРМ ничего не собьются, а то клапана не загнутся. Нет, дорогой, клапана не загнутся у тебя. Просто может получиться такой момент, если ты сильно добавишь плюс, то будет такой затык. Припускать. То есть поршень идёт вверх, а ему искра в лоб. И он будет клинет, такая с подклинкой. Надо немножко отпустить. Ничего не будет. Вы не путайте. Вы же не фазы сдвинули, вы только угол опережения сдвинули. Угол подачи искры. Что такое угол опережения? Это угол подачи искры до прихода в верхней мёртвой точке. Угол поворота количества вала. Угол подачи искры. Вот мне пишет Сергей Ткачук. Все бы так видео выкладывали. Я пишу, прогрев двигателя на морозе. Вот он пишет, все бы так видео выкладывали, люди бы знали, у кого не надо покупать машины. Спасибо, Сергей. Буду знать, что не надо так выкладывать ролики, а то иначе меня никто не купит. Как будет тебе известно, Сергей Ткачук. Свой ланцер я очень люблю, и поэтому я так его завожу. Только из глубокой, огромной любови. Я мог бы давно купить себе новую любую машину. Любую. Жалко с другом расставаться. Вот я прихожу, а как будто он смотрит на меня своими глазами. У него глаза есть фары. Я подхожу, что он разговаривает со мной. Вы не думаете, что я чокнулся? Нет. Я ко всем машинам так своим относился. И когда я их продавал, то это было почти, что я потерял близкого человека, когда машину продавал. А есть люди, которые не любят. Сегодня купил одну, завтра другую. Ему там салон не понравился, тепло, холодно. А мне все нравится в ланцере. Я к нему отношусь душой, он тоже ко мне. В машине 13 лет. Покупал новую в магазине. Как будто новая работает. Никаких проблем с ней нет. Так что не покупай у меня. Эти вещи никто не продаст ее. Спец 99 уровня. Сергей Пупкин пишет. На глаз определяет 37-й жуклер от 41-го. Ну, здесь улыбка стоит. Мужики, вот мне недавно один, значит, мой кентуля, фунтик, он же, значит, как он это рассказывал, я уже забыл, какой там метод определения положения поплавка в поплавковой камере. Ну, то есть, как ставить уровень. Значит, как-то он там, я даже забыл, что за метод у него там. Забыл. Мужики, вот я, как-то у нас на заводе массовое сокращение было, я понял, что все разрушается, боксы моторные разрушаются, все сидят, ничего не делают. Лаборатории тоже никому не нужно, ни испытаний, что испытывать там. Инжекторы пошли, а завод не был к инжекторам готов. Начали было там перестраиваться, стенды под инжектор купили, но они не были задействованы. Ну, короче говоря, мало было задействовано, а отдел огромный. Я понял, что запахло жареным. Пришел в цех, у меня там начальник был знакомый, мой клиент постоянный. Я говорю, Виктор, возьмешь меня к себе слесарем? Он говорит, возьму. Наил, по какому разряду тебя взять? Вы знаете, самый пятый разряд люди добиваются, 35 лет работают на заводе до пятого разряда. А я пришел, ну, я инженеришка. Вот. Он по какому разряду, я говорю, да, Виктор, по какому хочешь, бери, мне пофиг. Мне просто работать нужно, кормить семью. Он меня взял по пятому разряду. Я оправдал все доверия, все мужики. Сначала бригаде всех, косили, что вот, дескать, пришел тут протеже. И я делал так же. Ремонтируешь, я к чему все это начал? ремонтируем карбюраторы. Норма 105 карбюраторов. Не думай, что в массовом производстве не бывает брака. Бывает. Только это не брак называется, это дефект. А мы были все дефектовщики. Там было человек 20 в одной смене, человек 20 в другой смене. Операторы на стендах, на испытательных. А мы рядом сидели, нас тоже человек 10 было, 11-12. И падало, мы делали по 8 тысяч карбюраторов в смену. По 8 тысяч. Из них падало вот чуть-чуть. Карбюраторы все как патроны одинаковые. А на стенде вот стрелочки раз, отклоняются. На холостом раз, отклоняются. Соринка попала раз, отклоняются. Ускоритель не работает. Ну, брак самого распылителя ускорительного насоса. Вот. Все падает на нижнюю полку. Мы поднимаем. У меня даже где-то надо будет показать вам как-нибудь. У меня стоит такая фотография есть. Штук по 30 карбюраторов складываем все. Кто озоны делает, кто соликсы. Кто что берет. Сегодня я озоны завтра соликсы делаю. Вот. И я даже вот беру поплавок вот так вот тинь, он тинь, тинь, два раза стукнул об иголку. Я даже по звуку могу определить уровень топлива. Потому что как струны. как струны. Это не только я. Это все так умели. Тинь, 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 тинь. Больше размах, удар больше. Маленький удар. Маленькая амплитуда поплавка. Удар слабше. Даже уже так могу закрыть глазами вот так тинь, 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 потрогать, как он разбегается и выставить по нулям зазор поплавковой камеры, что я вам много раз показывал. Так же, как вот он пишет джеклеры. Мужики, ну вот представьте себе, 105 карбюраторов у меня норма. 105. И мы делали их 105. А с другой сменой останется там брат бункерами стоит. Ну, быстро делает. На карбюратор минута времени уходит на ремонт. Ну, полторы минуты. Самое большое две, три минуты. У нас у всех шурупы пневматические отвертки. Быстро все жалко, я не свистнул себе такую отвертку. Все свистнул, а вот отвертку забыл. Хотя их наверное потом выкинули мусор металлом. Ну, который уже отбраковывает там. Вот. И жиклер смотришь, 37-й, запомнил его сто раз смотреть. 41-й чуть-чуть больше. Раз его бурилочкой ставишь на стенд, а там стрелочка ровненько на ноль встает. Ребят, мастерство не пропить. Это не я, это я не хвалю, что это. Это и вы бы тоже так же у вас получалось бы. И 37-й от 38-го отличали бы. Ну, видно, что вот вы возьмите два изделия или два отверстия и смотрите его на солнце и увидите, что одно все-таки больше, чем другое. Вот. Так что тут ничего нет особенного такого, нету. Грубиянов очень много. Не умею снимать, не кряхти, вот дворец, как он пишет. он не профессионал, снимает как может. Мужики, я давно всем говорил, что я снимаю, у меня вот ты, мне там столько претензий. В моих роликах видно тема, суть, зерно. Видно в моих роликах. И я стараюсь это зерно донести. Вот мне не нравится, как я одет там. Я не смотрю на это. Рубашка там расстегнулась. Воротничок у меня там поднялся, помните, на этом на пекаре я там ну никто не сказал и я хожу с Воротничком. Он у меня вот так вот поднялся вверх. Ну и что, это главное что ли? Главное я рассказывал о теме. Надо смотреть не на одежду человека, не то, что он говорит. Вернее, не то, что он говорит, это важно. Его действия, что он показывает, а как рассказывает. А я рассказываю то, что было бы интересно каждому. Вот что надо в роликах снимать. Не врать ничего не надо, говорит правду. Один у нас есть такой, знаменитый, мастер-карбюраторщик. Как можно снимать башку свою? 40 минут, одну голову. Ты покажи что-нибудь. если он не покажет сверловку свою, то он не покажет никогда на автомобиле. А что, никинь, поэтому его не снимаю никогда. Поэтому я просто неинтересны его ролики. Потому что, ну как, ты покажи, как работает твое изделие. Покажи расход. А зачем? А зачем? О, ответ мастера. А что, и так незаметно? И так никто не верит? Я сказал, значит, так и будет. Ну вот видите, он сам себе вредит только. Ну вот один пишет, не умею снимать, не кряхти. Один ему пишет, не профессионал же, а другой пишет ему, нормально ролики, снят довольно неплохо. Все, что нужно, снято четко и показано как надо. Вот, я вижу полемику. Одному не нравится, другой пишет, защищает Дмитрия Дворецкого. Третий пишет, доволен. И так в жизни у каждого из нас. Один пишет, значит, одно, мат, перемат, ребят, я каждый день блокирую по 20, по 15 человек, мне не жалею никого. Мне хватает 400 тысяч подписчиков, сейчас, наверное, больше, наверное, чтобы 420, что ли там. Я не гонюсь за подписчиками, я гонюсь за преданными подписчиками, которые хотят что-то узнать, я для них могу вынуть душу. Мужики, ну давайте на этом сегодняшнюю нашу встречу отложим, и мы, значит, это, с вами встретимся еще раз. Если понравится мне и вам, то я буду часто делать такие вещи, а тем более, когда этот коронавирус, чертовы, кончится, неизвестно, когда эти все запреты снимут на сиденье дома. А так вот, может, я какой пользы принесу. Давайте, мужики, до новых встреч, до нового такого нашего общения с вами. Спасибо, отец, за науку, спасибо большое, помогло, приятно слышать. «Бег живы, век учись, на здоровье и долгих лет тебе». Это я так, слово так, пока есть что почитать. Кто во время изоляции пересматривает видео? Вопрос. Начал с первого видео, спасибо, Наиль, Абэй. Патриот, патриот владеет татар. Что-то такое, ну вот, парень весел, видать. Многие ребята, вот мне тоже не нравится, я хочу обратить ваше внимание на такие, значит, комментарии. Вот пишут пацаны, пацанова, которые никогда не ездили на карбюраторных машинах, чуть вылез из одного места, папа сразу на инжекторную тачку, может, иномарку. Он никогда не ездил, он не знает цену автомобилю, он не ездил на велосипедах, он сразу сел на машину. Права купил, естественно. Денег скоро не клюют, что бы не купить. Что на кладбище должно уйти, вечного ничего нету. Ну, мужики, если вы такие богатые, дайте денег народу, и мы все пересядем на инжекторные машины, все, все до одного. Вот дайте мне денег, я завтра все машины сгружу, отвезу на металл, лом. Только дайте денег, я раздам их нашим автомобилистам, мальчишкам. там, пошли людям. Вот кто-то пишет, страж рассвета, карбюраторная машина скоро будет стоить, как квартира или дом. Возможно, ты прав, может быть, так и будет. Будут люди покупать эти машины и перепродавать их потом за большие деньги. и плодами. Редактор субтитров